Привет, друзья! Сегодня я буду заполнять 3 НДФЛ на налоги от иностранных компаний. Все делается довольно-таки просто, поэтому смотрите, будет очень интересно. Итак, первое, что хочется сказать, это нужно обязательно подписывать форму W8BEN. Если у вас она не будет подписана, соответственно, с дивидендов иностранных компаний у вас будут взиматься 30%. А если вы подпишите форму W8BEN, тогда в пользу США будет взиматься 10%, а 3% вам будет необходимо самостоятельно доплачивать в пользу России. Но форма W8BEN, например, не действует на рейты недвижимости. По ним все равно налоговая ставка составит 30%, вне зависимости от формы W8BEN. Но, что касается других иностранных компаний, которые не в США, например, Яндекс, X5, Майл, Петра Павлос, Глобал Транс, Хедхантер, Мать и Дитя, Озон, Эталон, Тинькофф, Киви, Лента, Рус Агра. Или, например, здесь еще нету Полиметал, он в Джерси, ну и других подобных компаний. Здесь уже нужно будет уплачивать налог самостоятельно в размере 13%. А если быть точнее, то доплачивать до 13% исключения, конечно, составляет Яндекс и X5. Ну, Яндекс, например, не платит дивиденды, а X5 в последнее время акции снижаются из-за того, что Минфин приступает к денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Дивиденды придется платить два раза. 15% в Нидерландах и 13% в России. Поэтому 28%, сами понимаете, на дивиденды становится акция непривлекательная и многие инвесторы ее продают. Поэтому в последнее время и снизилась цена на акции X5. Итак, возвращаюсь в портфель, нажимаю справки и отчеты. Далее мне нужно будет скачать справку о доходах за пределами РФ. Если вы на слух воспринимаете плохо, то можете вот здесь вот нажать, как платить налог с доходов от инвестиций. И у вас тут загрузится вот такая вот портянка, где можно будет почитать все это, как все заполняется. В общем, вот такая портяночка, довольно-таки удобная. Как-то я помню, с нее и начинал. В общем, скачиваю справку о доходах за пределами РФ. Итак, вот скачалась справка и здесь указаны дата фиксации реестра, дата выплаты, наименование компании, ЕСИН, страна эмитента, количество бумаг у меня в портфеле на дату выплаты, дата выплата, комиссия, сумма удержанного налога, сумма налога, удержанная агентом и итоговая сумма, которая была зачислена мне в портфель. Позже я покажу, как пользоваться данной таблицей уже в самом личном кабинете, какие данные отсюда брать и заполнять в налоговую декларацию. Перехожу в личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру Итак, я в личном кабинете налоговой, сайт налог.ру, далее нажимаю жизненные ситуации, подать декларацию 3НДФЛ, подаю декларацию за 2021 год, за предыдущий, да, впервые подаете декларацию, да, за этот год, являетесь ли вы налоговым резидентом РФ, да, если не знаете, что ответить, нажимайте на вопросик и здесь будет вам подсказка. Нажимаю далее. Здесь необходимо добавить источник своего дохода в пределах Российской Федерации, например, это официальная зарплата какая-то, а налоги на дивидендах указываются вот здесь, за пределами Российской Федерации. Нажимаю добавить источник дохода, раскрываю его и здесь вбивается уже вся информация из таблицы, которая была скачана ранее в Тинькофф Инвестициях. В других брокерах тоже берется такая информация и, соответственно, все делается аналогичным образом. Вот, например, первая выплата. Big Lots. Копирую наименование. Вставляю Big Lots. Страна ввожу 840, Соединенные Штаты. Вот страна эмитента США. Далее сумма до удержания налога 1 доллар 50 центов. Соответственно, вот я код дохода здесь выбираю 10.10, это дивиденды. Никакого вычета мне тут не предоставляется, соответственно, ничего не выбираю. В общем, в этой колонке я тоже ничего не заполняю. И вот сумма дохода в валюте 1.50. А дата получения, соответственно, дата выплаты 18 января 2021 года. Тоже вставляю 18 января 2021. То есть, дата получения и дата уплаты. Она одинаковая. Далее, наименование валюты американский доллар 840. Определяю курс автоматически. И сумма налога, которая была уплачена, точнее, удержана в Америке, это 15 центов. 0.15. Указываю. 0.15. Все. Далее нажимаю добавить другой источник дохода. Соответственно, разворачиваю его. Вот копирую наименование. Это региональный банк. Так, скопировала. Страна 840. Это Соединенные Штаты. США, в принципе, может быть Кипр и другие. Так, сумма до удержания налога 3.75. Скопировал. Код дохода. Это дивиденды. 10.10. Набираю. Тут ничего не заполняю я эти две колонки. Сумма дохода в валюте 3.75. Соответственно, дата получения вот 12 января. Ввожу эту дату. Просто тоже вставляю и все. Ctrl-C, Ctrl-V. Выберите валюту Американский доллар. Определяю курс автоматически. И сколько у меня было удержано уже с меня налогов. 0.38. 0.38. Точка вот не вставляется, жалко. Приходится самому набирать. Все. Нажимаю. Добавить источник дохода. Следующий, третий. И так заполняю все свои доходы. У меня они на четырех страницах. Получается, вот, например, смотрите. Realty Income, да? Rate. Многие любят эту компанию. Зимается 30% вне зависимости от формы W8B. И, соответственно, каждый месяц мне вот с двух акций, да? Капало по 33 цента. И, представляете? С одного имитента с Realty Income, тикер О, нужно заполнять 12 таких строчек. А если у вас будет несколько рейтов, да? То есть, поэтому я и продал Realty Income. Потому что заполнять это 12 раз, только по одному имитенту, ну, мне как-то не особо понравилось. Поэтому я продал. Вот, Realty Income Corporation. Раскрываю третий. Минование. США 840 ввожу. Соединенные Штаты. Код дохода дивиденды. 10.10. Тут никакие вычеты мне не предоставляются. И получается сумма до удержания налога 0.47. 0.47. Жалко, точка не копируется. Приходится добавлять самому. И было выплачено 20 января. 20 января. Дата получения и дата уплаты налога. Валюта в долларах. По некоторым компаниям может быть евро. Вот здесь вот смотрите последнюю колонку. Например, некоторые компании платят в евро. Так. И получается сумма удержанного налога 0.14. Рейт. Меня удержали 30%. Определять автоматически. 0.14 удержано. Получается, вот, тут пересчитывается сумма в рублях, да? Исходя из этой. И можно сразу прикинуть, ага. Удержали 30% с данной суммы. Добавить источник дохода далее. И вот так я заполняю все свои источники дохода. Всю свою таблицу. Ах, да, тут еще забыл. Нужно выбирать не предоставлять налоговый вычет. Потому что со звездочкой данная колонка поле обязательное для заполнения. Поэтому в других остальных я тоже добавил. 25. То есть вот здесь не предоставлять налоговый вычет мне. Валюта. Определять автоматически. И циска была удержана 0.18. То есть вот здесь я еще немножко пропустил. Мне предоставлять налоговый вычет. Вот здесь. То есть нужно выбирать. Было вот. Вот видите. Не предоставлять. В этой колонке тоже выбирать нужно. Ну, продолжаю дальше заполнять. Вот циска, например, заполнил. Нажимаю добавить еще источник дохода. Вот. Verizon Communication уже. И вот так по всем компаниям. Итак, семидесятый источник дохода. Это у меня киви. Я остановился. Здесь заканчиваю уже. Киви это Кипр. Доход 10.10. Дивиденды. Вычет мне не предоставлять. Заплатили 13.80. 13.80. Жаль, с точкой не копируется. Дата. 17 декабря. Ctrl-C, Ctrl-V. Копирую. Валюта. Доллар. Курс определять автоматически. И налоги уже сняли 46 центов. И 71. Заключительный источник дохода. Строительная компания. Доктор Хортон. Соединенные Штаты. 10.10. Дивиденды. Вычета нет. Так. 1.12. Сумма. Дата. 23. Валюта. Доллар. Курс автоматический. И налоги уплатили. В США. 10% в размере 11 центов. Все. В принципе, все. Могу сворачивать. Больше не добавляю ничего. Так как это у меня была последняя. Завершающая строчка. Получилось у меня их. Как вы видели уже. Могу еще один добавить. Будет 72. То есть у меня получилось 71. Удаляю. Вот я тут. Доктор Хортон. Да. Нажимаю Далее. И получается здесь можно выбрать различные вычеты. Можно выбрать социальный, инвестиционный, налоговый, стандартный, имущественный. В общем, различные вычеты. За покупку квартиры. Или даже вот налоговый вычет при переносе убытков. Нажимаю Далее. У вас нет доступной переплаты. Далее. По итогам предварительного расчета определена сумма к оплате 1945 рублей. Как сформировалась эта сумма? Сумма доходов, подлежащих налогообложению, почти 32 тысячи рублей. И можно посмотреть сформированный файл. И прикрепить документ необходимо обязательно. Прикрепил я документ, который был скачен. И можно посмотреть даже сформированные файлы. Вот, например, Realty Income. Да. А сумма, которая была уплачена, да. И идет в зачет именно эти 5 рублей. Ну, про рейт я и говорил, что не нужно доплачивать. Вот какой расчет налоговой базы получился. 31 тысяча 722 рубля, да. Сумма налога, естественная к уплате 4 тысячи 124. Но уже была зачислена 2 179. Соответственно, мне нужно в бюджет уплатить 1 тысяча 945. Прям как год победы. Можно не забыть. Даже не забуду, наверное. И ввожу подпись электронную. Она создается в личном кабинете. Там самая простая. Подтвердить и отправить. В общем, чтобы сделать подпись, заходите в свой профиль, нажимаете на свое фио. И получить электронную подпись. И вот здесь вот ключ электронной подписи получаете. У меня, в принципе, еще он действителен. Вот. Поэтому у меня все подписалось. Если у вас нет, выпускайте. Это делается очень просто. Вы здесь делаете и все. В итоге, вот я отправил декларацию. Сумма к уплате 1 тысяча 945 рублей. Пока я подал, вот отправил 4 февраля. И будет проверка в течение трех месяцев. Декларацию нужно заполнить до 30 апреля текущего года, за предыдущий год. И оплатить до 15 июля. Соответственно, вот такие даты. Ну, а что будет за неуплату, я даже не хочу знать. Скорее всего, конь штраф будет и так далее. Ну, в общем, как говорится, плати налоги и живи спокойно. Ну, как-то так. Надеюсь, был я вам полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В принципе, ничего сложного, только муторно. Если много компаний, все это копировать, вставлять, копировать, вставлять. Вот. Ну, надеюсь, вам было полезно и интересно. И вы научились. Поэтому всем спасибо за внимание. Удачных вам инвестиций, хороших дивидендов. И увидимся. Всем пока.